Всем привет, с вами Хоккей Стик. Ну что, это заключительная третья серия нашего совместного проекта с Пари о предсезонной подготовке хоккейного клуба Торпеда. Нижегородцы в прошлом сезоне, по моему субъективному ощущению, были одной из самых быстрых команд лиги. Откуда они берут эту скорость и силу? А для этого мы отправляемся в тренажерный зал, чтобы посмотреть, как игроки тренируются, и обязательно поговорить с одним из их тренеров по ФП о том, что они делают и чего не делают. В общем, перемещаемся в тренажерный зал Нижегородцев. Приятного просмотра. Поехали. Забыл, обязательно досмотри видео до конца, ведь там будет информация по конкурсу, где мы разыграем джерси с автографом Лорионова, а также кепки и шайбы. Во-первых, уже, наверное, все там блогеры и все тренеры сказали, никакой базы нет. Ну, она заложена должна быть гораздо раньше. То есть наша задача в предсезонке, мы понимаем, что требования, вот что такое, допустим, чтобы он был быстрый на льду. У них высокая интенсивность, вы видели ледовые тренировки, высокая скорость. Мы понимаем, что скорость, это вот единица времени, сколько может приложить секунду вот в это отталкивание коньком. Это там две десятых секунды, полторы десятых секунды, именно, и нам нужно, соответственно, повысить их силовые способности, чтобы они больше прикладывали силы в это отталкивание. И это нужно делать на протяжении всего. Нельзя, мы сейчас их научим, заложили, потом будет бежать. Нет, конечно, это нужно поддерживать, 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 поддерживать. Поэтому здесь вопрос базы, он отпадает. У них нет базы. Где-то есть больший объем силовых, которые мы можем, допустим, там, пример Вася Атанасова, который достаточно легкий, достаточно хрупкий был в том году. Не сказать, что он в этом году что-то набрал, но его силовые действительно выросли. Вот июнь, июль мы потратили значительно глубоко, занимаясь, можно сказать, базой, а можно делать просто приоритет, отдавая нагрузки в зале. Потому что лед у них вырастет кратно, с увеличением сбора игрового сезона силовые будут поменьше. Поэтому вот в этом случае для нас нужно было заложить так называемую базу. Но в том смысле, который используется в хоккее, давайте мы сейчас две недели будем, там, пять часов в день тренироваться, а потом будем бегать весь сезон. Конечно, нет, так не делается, так не бывает, у вас это законы физиологии для всех одинаковые, неважно, это был Советский Союз, Канада, либо сто лет назад. 45 плюс, которые веса брали, вот такие и берите. Даже если чувствуете сил, сегодня увеличивать не надо. Ягодичный мост, все то же самое. Тяга гантелей, основной момент. Темп 4 единицы здесь. Жинг-гантелей с пола. Здесь вроде бы все понятно было и все нормально делали. Отведение мяча руками 3 по 10. Еще раз, стартовая позиция, когда у вас мяч находится под плечами. То есть не когда уже на отведении на небольшом, а когда под плечами. Плавненько от себя отвели, плавненько к себе привели. То есть изначальная точка, она ближе к плечам. Дальше все идем по собственному темпу. Все, поехали. Игорь Сосочек. Давай начнем. Давай с жилетом сразу. Сразу? Просто с жилетом? С жилетом и... Не, на первой двадцатке сделаем, потом с жилетом. Просто можно, чтобы и в руках не тяжелые были. Вес тот же, а в руках не тяжелый. Последний подходит. Илюх, сейчас уже давно вот эти всякие пребуды там. Все, да, там камеры крутят, вот так и тысячи галки. Так хватит мои первые трудности в тренировочном процессе. Кто будет таскать гантели? Кто будет таскать гантели? Нет, это как оно? Это легкая такая дедовщина. Всю грязную работу должна молодежь выполнять. А приходится мне. Что-то у нас там вопрос так, ученому, когда мы говорили про дедовщину. Да нет, у нас команда молодая. Да нет, это такая легкая, это не та дедовщина. Двадцать. Возьми лет назад за пивом бы бегали, да? За всем бегали. Вот, Коля, спросите, его в Ярославле гоняли щегла. А он будет, да? А сразу, Коля, тема переводит, потому что неприятная тема для него. Неприятно, что гоняли щегла. Здоровье. Там и работает. Да, да, самое сильное. Вот там и занимайся. Советская система подготовки не осталась в современном хоккее. Ну, советская система – это то, что обычно принято круговые. Ну, я думаю, у нас точно этого нет. Наверное, нужно знать историю, почему я так делаю. Да, то есть, если бы у нас не было тренера, был бы один тренер, и было бы 20 человек. И всем бы сказали делать 20, хотя многие так и делают. Это работа ради работы, да? Мы не можем оценить качество, мы не можем посмотреть, сколько, что он сделал. То есть, что мы можем контролировать? Сантиметры, килограммы, секунды. Здесь, в данном случае, килограммы, да? Мы понимаем, сколько он сделал объем, сколько повторений, сколько подходов, сколько движений, сколько он набрал тоннаж, чтобы в следующий раз мы можем оттолкнуться от этой точки для прогрессии либо корректировки нагрузки, если они устали, меньше и так далее. Если мы просто запустим таймер, как это происходит, и люди начинают двигаться там хаотично по 30 секунд, ну, поработал и поработал. Еще есть такой негативный момент, это ранее это было, да, допустим, те ребята, которые приходят, там, не знаю, возьмем скандальное такое упражнение, как приседание. Нужно ли приседать, не нужно приседать, как нужно. Приседание – отличное упражнение, вот супер упражнение при условии, что человек может хорошо этого делать, да, там много критерий. Обычно нигде в командах не спрашивают, да, там в других командах, не во всех. Я думаю, что сейчас этого мало, но тем не менее, кто использует круговые методы, это один и тот же вес, это одна и та же штанга для всех. Это ведет к тому, что человек становится, ему становится тяжело, он начинает укорачивать амплитуду, еще, 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 техника вся рушится, все. Человек приходит с негативным оптом приседания, с какими-то там усталостными моментами травмы, у меня болит спина, у меня болит бедро, у меня болит что-то еще. И мы должны потратить время, чтобы его переучить, чтобы мы понимаем, мы хотим его сделать сильнее или просто мы хотим, чтобы он сделал и ушел. Это не наш метод, поэтому мы стараемся все-таки, прежде всего, научить, и после этого, если он хорошо владел, двигаемся. Если у нас есть такие ребята, допустим, которые, ну, просто для приседания не совсем так подходят, из-за антропометрии, из-за технических моментов, из-за подвижности, мы можем поменять это движение для него, потому что для нас, опять же, важно, чтобы он был сильный, а не чтобы он там приседал, как все, или вот как в советское время, там, по 20 тонн за тренировку. Нет, этим мы не пользуемся. Смотрите, вот, посмотрите, вот он весит 60 килограмм. Чего? 72. 72. А на нем 80 сейчас, и он приседает на одну ногу. Это и есть тяжелое. Тяжелое же можно по-разному, можно же просто, не знаю, там, до смерти бегать или еще что-то делать. А можно вот тяжелое мышцы качать. На льду вы видели тяжелое? Вот. Вот где у нас основная работа идет. Здесь качаем силу, там все это перевозим в мощность. А ты меня вообще не уважаешь, когда 60 килограмм у нас. Ну, я так образно говорю, это было бы, хорошо было бы, представляешь, как они сказали, 60, а на нем 80. А так 72 и 80, это уже типа со своим весом работает. На одну ногу. Темнашки бери. Сейчас, срочно, техника неправильная. Здесь решил делать? Вот здесь, вот здесь, Коля. Ага. Давай, давай. Сегмент не пропускай. Ага, давай. А что там в нем есть? У него уже неправильный сегмент, его замедлили. Ничего, он перепрыгивает. Мы берем выносливость. Это очень специфическое качество. Нам нужна специфическая выносливость. Они должны быть выносливыми на льду. Какой от этого процент, если он будет бегать, ну, наверное, какой-то переход есть. Но он не настолько значительный, чтобы мы могли куда-то вставить в них два льда. Это более чем. А вот дополнительная какая-то работа, связанная там с отягощением, с силовыми возможностями, этого нет. Поэтому мы фокусируемся на силе. То, что позволяет им прикладывать больше усилий на льду в этот короткий период времени, чтобы у них было как профилактика, травматизм. Это вопрос безопасности и вопрос их здоровья. Поэтому мы учим поднимать. Как поднимать, сколько поднимать, где. И вот от этого двигаемся, двигаемся, двигаемся. То есть это то, что мы используем весь сезон. Просто круглый год. Поэтому можно отметить, если даже в том году мы только начали это внедрять, то есть в этом году, как я говорил, все уже значительно сильнее. И силовые показатели, которых мы требуем от ребят, уже не являются чем-то таким вау. Они там спокойно поднимают два своих веса на пять в становой тяги с травм-грифом. Там подтягиваются с 20-25 килограммами. Это то есть для нас обычная работа. Давай. Нет, вот, вот. Как надо. Серега очень хорошая. Серега старается, молодец. Выравнивайся немножко, выравнивайся, не сгибай. Да, одна льня. Серега, помылился. Как казал, как казал. Что-то в тебя обновилось. Там подстригся, помылся, поврился. А он хорош. А он хорош. Да не красней. Он должен быть ягодичный мозг. Я пойду. Мать будет смотреть плакать. Кто? Мать будет плакать. Сыну показали. Давай, 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 парни. Да так сделаем. Просто сделаем. Вот, бага правильно, хорошо делает. Вот такие надо снимать. Потому что есть у нас какие-то упражнения, которые мы только ребята первый раз делаем, и они получаются не очень. У меня такая же штука. Я пока болтаю. Вообще, давайте другой, не знаю, может быть, миф, не миф разобьем. Все состояние команды определяет ледовая работа. Они проводят там гораздо больше времени. Даже если бы силовой показатель был самым приоритетом, у нас люди есть, которые, и вообще, я думаю, в лиге есть люди, которые очень сильные, но при этом это не Макдэвиды. И даже, возможно, они не самые быстрые на льду. Наша задача поддержать их не силовые способности, где-то чуть-чуть больше поработать над мощностью. Задача по профилактике травматизма, но все основные кондиции они набирают на льду. Скорость, принятие решений, изменение направлений, весь объем, вся силовая специфическая уносность – это только лед. Он определяет. Соответственно, мы не должны мешать, мы должны лишь способствовать этому. Это пускай и будет. Я не знаю, как кто-то может указать точные проценты 20, 30, 27. Я не могу сказать. Я могу сказать, что лед определяющий. Мы должны лишь только помогать этому и, соответственно, больше коммуницировать с главным тренером, с врачами. То, что у нас, мне кажется, сейчас получается неплохо. Мы не работаем, во-первых, очень много в зале. У нас подход такой, что мы должны быть сильные, очень сильные, но при этом всегда свежие. То есть у нас нет 17 залов в день, бегов, изнуряющих каких-то вещей. Мы вот делаем плотный зал с большими весами, то есть поднимаем планку именно нашей силы. А из силы уже на лед переносим остальное. Поэтому в этом и есть. Давай, давай, сделай. Все, я готов. Без касания только. Мне нравится спереди. Саня, ты что ты делаешь? Тихо, тихо, брат. Конечно, взаимосвязь, защитник центральный вообще не работает пока. Сегодняшний тренер в Болгаске стоит тресть. Здесь первая, вторая, третья группа, которая расписана. Соответственно, для жима она может меняться. И для всех там леготичных мостов так же меняется. То есть здесь просто есть небольшая такая градация, кто сильнее делает с таким-то, кто меньше с таким-то, чтобы там периодически подводить. Так как мы начали вот на прошлой неделе, у нас было там определенное, те, кого мы знаем, мы сразу расписали, кого не знаем, мы начинаем с меньшего. Если идет хорошо, мы его переводим в группу выше, 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 так он двигался. Вот, поэтому мы не делим там по росту, как-то еще что-то. Опять же, в таких движениях, как там болгарский сплит-присед, где используются гантели, это не требуется. Вот, допустим, вернемся к тем же приседаниям. Очень много критериев. Это зависит от технических моментов, как широко ему нужно вставать, как располагать штангу. Для кого-то приседание со штангой на спине вообще не подходит, и он сколько ни пытается, это либо криво, либо стоит ему поменять постановку, либо стоит изменить приседание, там, приседание на груди. Если мы понимаем, что мы можем пользоваться этим средством, этим способом, мы исправляем. Если нет, мы просто меняем на другое движение. Мы можем найти, подобрать для него то, что позволит нам развивать его силовые способности, не заставляя там наши амбиции. Нет, ты должен приседать. Вот там все приседают, в НХЛ 200, а мы там в Советском Союзе 300. Нет. Для нас, чтобы он был, он должен быть здоров. Он должен быть здоров и сильный. Если он станет сильнее, там, на 5-10%, чем был, это наша работа. Если он сделает так, как мы хотим, но потом придет к докторам и скажет, что у меня болит, давайте я пропущу, это плохая наша работа. Поэтому от этого отталкиваемся. Для нас важно вывести их на лед, чтобы они могли решать все задачи там, на льду, которые ставит так и не у старших тренеров и коллектив ледовых. Так занимаются в НХЛ. То есть у нас тренерский штаб, они все это видели, все это знают, это обучались. Поэтому они делают это для нас так же. В прошлом году это все было... Подожди, не отпускай. Давай, касание было, черт побери. Серый, серый, серый. К сожалению. В прошлом году был первый раз такой. Он был первый раз, да. И все говорили, что у нас легкая предсезонка и что мы скоро в яму попадем. А мы не попали. Но ребята, я так чувствую, особенно молодые, никогда не узнают, что это тест Купера, да? Ну, у нас нет, не планируется. Нет, нет. Они уже, особенно те, кто молодые, они знают, что такое тест Купера. Тест Купера. Почему-то это является самой такой, да, больной темой в хоккее, надо или не надо. Ну, наверное, не настолько нужно. Да, не настолько нужно. Ну, не столько он нам покажет, сколько кто-то любит давать такие задания, чтобы посмотреть, как ребята терпят или еще что-то. Но, мне кажется, это неправильно. Они должны терпеть на льду, на игре, а не бегать, закладывать в какой-то норматив. Поэтому, ну, опять же, есть тренер, кто этим пользуется. И при этом их команда тоже выглядит достаточно эффектно, хорошо, быстро, мобильно. Поэтому это, наверное, один из инструментов, как этим пользоваться. Мы этим не пользуемся, а без этого обходятся. И это не считается каким-то самым необходимым показателем. Может быть, единственное, его удобно проверить. Нажал секундомер, через 12 минут остановил. Все классно. Ребята устали, тренера нет. Все здорово. Пять упражнений для хоккеистов-любителей, для того, чтобы немного вкратиться и не бежать сразу на лед, а начать с земли перед сезоном. Ну, любые, да, любые варианты выпадов, где это не приседание точно не подходит, потому что, опять же, приседание сложное. Выберите любое положение, там, выпады, зашагивания, приседания на одной ноге. Это то упражнение, которое используется меньше ортопедический индекс, то есть вы будете использовать меньшую штангу. Это ягодичный мостик, который вы видели, он достаточно простой, вы видели, все делают тут много-много-много. Это вариант подтягиваний, также, потому что здоровье плечи и хоккей, сильный контактный вид спорта, это нужно. И два упражнения на пор. Обязательно что-то, это может быть отдельная, да, тема, как это делать, как это работать. Вариант планок. Да. Хорошо, одно движение на жим и одно движение на пор, как планки. Поэтому у вас получаются выпады, ягодичный мостик, подтягивания, жим от груди, гантели, штанги, либо это просто отжимания, и упражнение на пор обязательно. Это то, что поддерживает более-менее гармонично и поможет чуть-чуть добрать эту форму, которую будете реализовывать на льду. Ну что, на этом все. На этом серия наших видео о пресезонной подготовке хоккейного клуба торпедов подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Нам так понравилось очень. Поэтому от вас мы ждем лайков, поддержку данного формата и комментариев под этим видео. Что касательно конкурса. Буквально со дня на день после выхода этого видео на канале к нам в Санкт-Петербург придут сувениры от хоккейного клуба торпеда. Джерси, кепки, шайбы с автографами Игоря Ларионова и, возможно, еще других игроков, а может быть и всей даже команды. Поэтому конкурс мы анонсируем у себя в телеграм-канале, которые вы можете найти по ссылке в описании. Поэтому переходите, подписывайтесь и, возможно, что-то из этого достанется вам. Есть неплохой шанс выиграть много призов, около 5-7 единиц. Ну что, давайте прощаться. Ну и, наверное, напоследок вы можете также написать в комментариях, какому хоккейному клубу из КФЛ нам приехать еще в гости и что у них разузнать. Шайба на вашей стороне. С вами был Хоккей Стик. Хоккей Сердце. Увидимся.